Добрый день всем зрителям Тутбай ТВ. Вас приветствую я, Кать Пытливая. И, конечно, есть прекрасный повод сейчас отвлечься от работы, от тех дел, которыми вы занимаетесь. Особенно это касается всех меломанов, любителей рока и джаза. Дело в том, что сейчас в нашей студии, в прямом эфире, находится продюсер нового фестиваля, который в скором времени, уже через месяц, ровно стартует в нашей столице. Это первый альфа-джаз-рок-фест в Беларуси. Ну а у нас в студии продюсер фестиваля Максим Берин. Добрый день. Добрый день. Конечно, сразу же хотелось бы заинтересовать зрителей, заинтриговать тем, что фестиваль будет проходить полтора месяца. Это воистину масштабное событие. Скажите, как вообще вы пришли к этой идее и считаете ли, что все получится? Дело в том, что мы выступали продюсером и выступаем уже многих разных проектов, которые проходят и проходили, и, думаю, будет дальше проходить в Республике Беларусь. Таких, как Владимир Спиваков приглашает очень успешный фестиваль в классическом мире. Это форум «Магия рояля», который тоже раз в два года, как и фестиваль Спивакова. Также мы привозим многих западных интересных артистов на Славянский базар, Мирский замок и многие другие площадки концертные в Беларуси. Но в основном это была классика, а сейчас это будет джаз и рок. Почему? Почему? Мы привозили и биджи с Робин Гиббой, привозили сюда и Сару Коннор, и можно и Крис Норман, и Томаса Андерса, и множество, десятки артистов. И Патрисия Касс, и Лара Фабиан, и так далее, и тому подобное. Поэтому наша компания, немецкая компания, занимается продюсированием разных проектов в разных областях. То есть мы не, как говорится, не концентрируемся на чем-то одном, а мы действительно разноплановые. И пришла идея такая, сделать интересный проект, предложить Белоруссию джаз-рок фестиваль. Скажу, что, я думаю, что первым основным таким главным шагом для того, чтобы пришла идея уже самого феста такого, было то, что мы привезли несколько назад сюда Эл-Джиро, его оркестр. Это был концерт, был концерт в Белорусской филармонии в Большом зале. Я честно скажу, что мы побоевались, не до конца понимая, насколько его вообще знают. Пойдет на народ. Ну да, восемь преми-грэмми, ну да, легендарный музыкант. Знают ли его в Белоруссии? Но хочу сказать, по продажам и по тому ажиотажу, что здесь происходило, там билеты были за неделю, десять дней распроданы все. Мы, конечно, обалдели своего рода, потому что не ожидали. То есть Белоруссия знает звезд такой величины и легенд вот этого жанра? Знают, почитают и не менее, чем в Москве, Петербурге или каких-то других городах. Но все-таки мы немного забегаем вперед, мы еще расскажем о зарубежных артистах, которые примут участие в форуме. Почему полтора месяца? Каждую неделю это будут отдельные мероприятия. Обычно джаз-фестивали ограничиваются днем, ну максимум два. А у вас такая обширная программа. Я думаю, что это основой причин, почему мы это сделали, это является такова, что мы хотим... Публика, в принципе, джаза, она ограничена своего рода. Джаз-рок мы чуть-чуть вышли за ее пределы, да, уже. Но, тем не менее, сделать... Конечно, многие фестивали делают, как обычно. Десятки разных артистов и какой-то хедлайнер. Мы сделали по-другому. У нас три концерта, точнее, четыре концерта в рамках форума, но три хедлайнера. И поэтому, если бы мы их сделали в одну неделю, то по каким-то соображениям, так сказать, финансам и так далее, может, не все смогли бы, кто хотел бы... Это, в принципе, публика одна и та же, сходить на Dias Trade, и потом еще и на McLaughlin, и там еще и LG Rob забежать, да. А так мы как бы это растянули по срокам. Получилось, что где-то в среднем, там, раз в 20 дней концерт, да, то есть у людей есть возможность раз в месяц, да, и сходить при желании на один, на второй и на третий. Итак, стартует фестиваль 18 октября концертом группы The Straits. Для зрителей, конечно, поясним, что это бывшие участники коллектива Dias Trade, из настоящих легенд тех, кто вошел в историю роков, как одни из самых продаваемых музыкантов. И вот они решили продолжить через 20 лет традиции коллектива и исполняют, как я понимаю, классические хиты. Они именно эту программу привезут в Минск? Ну, дело в том, что коллектив был возрожден Dias Trade. Они дали потрясающий, вообще грандиозный концерт в Royal Albert Hall в Лондоне. Он до сих пор есть в YouTube и так далее, можно посмотреть. С мега-аншлагом. То есть, ну, был вопрос после полтора десятка лет, снова вспомнят ли эту группу, да? Это, как говорится, легенды 80-х и так далее. Ну, кто же не помнит Манифу нафиг? Да. И вот они рискнули, получили, как говорится, благотворение от Ноффлера и права на исполнение всех песен. Он сам ушел немножко в другой жанр, он ушел в кантри. И ему, как он сказал, что я вырос из этих песен уже, это его слова. А публика требует? А публика требует, и они увидели по спросу. Они потом полетели в Абу-Даби, потрясающий концерт, потом огромный тур по Европе, везде мега-аншлаги. То есть, коллектив... Я буквально недавно провел один закрытый концерт в Петербурге, их в мае месяца этого года, и понял, что уровень, я сам профессиональный музыкант с двумя образованиями, уровень музыкантов, уровень коллектива ни в чем не уступает Dias Trade. То есть, это, в принципе, все те же музыканты, да, кроме Ноффлера, и Крис Уайт, и Алан Кларк, вот. И тот музыкант, который заменяет сейчас, да, рваную гитару и легендарный голос Ноффлера, Фил Пальмер, просто один в один. То есть, какое-то даже такое свежее какое-то влияние новое, такой поток какой-то даже благодаря вот каким-то... в ходу новых каких-то музыкантов. То есть, просто потрясающее исполнение. Охотны ли они после такого успеха в Альберт Холле едут в Беларусь? Ну, знаете, в принципе, там, гордиться чем-то, как говорится, мы не хотим, но мы работаем, если, как говорится, посмотреть, как компанию, с мегазвездами, да, разного масштаба. И, соответственно, ну, это, знаете, как маленький мир, на самом деле, который все артисты между собой, они общаются, дружат и так далее. И если мы приглашаем, то нам стараются не отказывать. Это, конечно, нам очень льстит и очень приятно. И когда вот такую идею мы воздвигнули, я предложил им, это случилось в мае как раз в Петербурге, когда я их услышал, они сказали, ну, если по срокам получится, с большим удовольствием. Но помимо продолжателей дела «Дайя Стрейдса», будут еще другие зарубежные артисты, про Джерома уже упомянули, еще один гость у нас будет, давайте о нем тоже зрителям расскажем. Ну, мы неоднократно, я хочу сказать, привозили и делали концерты Альдемиолы, известного гитариста, вот, и, наверное, поклонники гитарного творчества все помнят незабываемые диски, незабываемое трио Альдемиола, Пака де Люсия и Джон Маклафлин. Это три просто фантастических музыканта, которые, по-моему, 79-й год, вот, записи и концерты, это было просто что-то мега популярное, известно. После этого они разбежались, коллектив их трио распалась, но, тем не менее, все три музыканта очень успешны. Мы много лет сотрудничали с Альдемиолой, и всегда его концерты аншлаговы по всему миру. Мы неоднократно делали концерты по Ка де Люсия в разных странах и городах мира. И вот нам, я могу сказать так, посчастливилось начать работать с Джоном Маклафлином. И мы делаем огромный тур его по России, то есть и Москва, и Петербург, и Новосибирск даже. И после этого, в завершении этого тура, мы привозим его к нам на фестиваль. А что, красивая точка? Красивая точка, это, как говорится, последний концерт в странах СНГ, можно сказать, будет в Минске на фестивале. И, ну, я считаю, что можно смело гордиться, потому что он входит по известному журналу Rolling Stones в сотню лучших гитаристов мира, занимает, по-моему, почетное 49-е место. Но это, как бы, он действительно для людей, которые любят жанр гитары, которые разбираются в этом, для них Джон Маклафлин, как и Пака де Люсия, так и Альдемиолы, это три имени такие. Но хотелось бы уточнить по программе двух оставшихся зарубежных гостей, о которых мы говорим, я имею в виду Эль Джиро и Маклафлина, что они привезут и что будет интересно нашим меломанам? Ну, есть потрясающий, значит, коллектив у Джона Маклафлина, его бэнд «Четвертое измерение» называется. И вот буквально недавно был концерт, на котором я присутствовал, Джон Маклафлина, на фестивале «Альфа» в Украине. И он был хедлайнером, приглашен туда. Я побыл на этом концерте, это было просто потрясающе. Около 4 тысячи зрителей было. Мега-концерт, он мега-виртуоз, хотя уже и в возрасте, он получил премию на этом концерте. То есть человек, который просто творит чудеса с гитарой в руках, но и все остальные музыканты просто-просто фантастические. Хорошо, мне вот интересно, учитывая, что совершенно разные у нас аудитории, и более молодое поколение, и более взрослые, а вот тем, кто впервые слышит эти имена, чем будет интересен концерт каждого из упомянутых артистов? Ну, знаете, каждый – это легенда своего времени, плюс-минус она пересекается, все это время, да. В Роке, да, как бы это самая популярная легендарная группа Британии, да, Estrade, вот, более 150 миллионов проданных дисков, если я не ошибаюсь, около, не около, а точнее, точно 5 премий Грэмми, ну и так далее, и тому подобное, 9 наград MTV и многое другое. То есть рок представлен, ну, лучше его не представить, тем более их не было ни разу в Беларуси, то есть это премьера, а уже в Беларуси выступают часто, уже и все, и много, так сказать, звезд. Ну да, кто к нам только из легенд не заезжал. Уже не приезжал, да, то есть... Что касается Джона Маклафлина, мы про него проговорили, то есть в творчестве гитарном, кто увлекается, в принципе, творчеством гитары, кто играет, значит, много увлекается людей, занимается на гитаре, ну, это таких музыкантов в Беларуси, вот, я можно сказать, только Альдемиола был, да, ну, не так уж много исполнительных гитар вот такого уровня, кто приезжал сюда. Вот, ну, а что касается вокального творчества, да, то законодательный мод, да, в этом стиле и неповторимый, на самом деле. Есть потрясающий музыкант, конечно, Боб Макферен известный, вот, но все равно это немножко другое. Эл-Джиро, это есть Эл-Джиро, да, то есть то количество записанных дисков, то количество миллионов поклонников его, его потрясающий этот голос, которым он, в принципе, он не поет, а он изображает инструменты. И он и саксофон, и контрабас, и рояль, и другие, то есть голосом, то есть настолько безограничны его возможности, несмотря на его возраст, тоже довольно-таки достойный. А тем не менее... Он по-прежнему в форме. Он в потрясающей форме, и если, как говорится, вспомнить концерт, который был первый в Беларуси, его тогда в филармонии, но его не отпускали еще около 40 минут после концерта, «Аншлаг», «Бис», «Браво», то есть он приедет со своими старыми хитами, но и будет исполнять новый, у него выходит диск буквально вот в ближайшее время, то есть будет и новая его композиция исполнена. Еще и премьеры увидят белорусы. Но кроме, конечно, зарубежных артистов, какой фестиваль, джаз-рок, тем более в Беларуси без наших музыкантов? Будет еще и Белорусский день, расскажите об этом. Однозначно. Мы делаем... Мы, во-первых, очень благодарны Министерству культуры, и лично Министру культуры, Патушку Павлу Павловичу, за поддержку этого феста, за то, что, как говорится, дали возможность и сделать и белорусский, поддержали Белорусский день, и идеи преподнесли. То есть будет отдельный концерт белорусских джаз-роковых исполнителей, будет 10 участников, 10 коллективов, 10 участников. Концерт пройдет 3 декабря, только вот сейчас мы озвучим впервые сегодня эту дату, также в Академическом театре Музкомедии. Значит, 5 коллективов было изначально отобрано, сейчас называть не буду какие, это небольшая интрига, а остальные 5 коллективов мы решили отобрать за счет общего голосования. То есть народ, сами белорусские исполнители, музыканты, могут предлагать себя, присылать свои диски, свои записи, ссылки на YouTube и так далее. И после, вот в конце недели заканчивается, оно уже идет, это не голосование, а отбор, после этого это ставится на общее, опять же, голосование на вашем сайте, тутбай, и в течение недели люди могут проголосовать за остальных 5 участников. Соответственно, таким образом будет отобрано 10 коллективов, 10 участников этого концерта. Ну, я немного подытожу еще для наших зрителей. То есть, если вы являетесь молодым артистом, особенно в жанре джаз-рок, то вы прямо сейчас можете, не откладывая в долгий ящик, присылать свое видео. Кстати, на какой адрес? Значит, присылайте на адрес компании Берин-артсобака.тут.бай Конечно же, на вашу редакцию можно присылать, потому сколько мы это делаем совместно с вами. Поэтому присылайте, мы очень ждем, будем рады. Чем больше, тем интереснее, тем интрига будет больше. Времени, кстати, для заявок осталось не так уж и много, они принимаются до конца данной недели, поэтому торопитесь, дорогие начинающие музыканты, или, может, уже состоявшиеся. Ну, а все остальные зрители, я напомню, уже со следующей недели, ну, примерно, да, в начале следующей недели, вы уже можете голосовать за тех, кто примет участие в альфа-джаз-рок-фестивале в Беларуси. Хорошо, но вот мне это интересно, уже были какие-то для вас открытия? Уже ясное дело, за несколько дней заявки были получены какие-то. Может быть, что-то вы открыли, то, чего раньше не слышали? Вы знаете, в принципе, и цель этого феста, да, который мы делаем, не только показать иностранных артистов здесь, да, которых уже кого-то видели, кого-то не видели, а отдать возможность людям соприкоснуться с ними в прямом смысле. То есть и Джон Маклафлин, и Элджеру дали свое добро, надеемся, что ничего не изменится, на мастер-классы. То есть в день концерта, скорее всего, это будет, хотя они приезжают за день заранее, они дадут часовой мастер-класс для всех желающих, то есть он будет открытый. То есть люди смогут прийти, планируется это, скорее всего, в театре музыкомедии, что это будет, или в Белорусской академии музыки, это еще решается, прийти туда, взять микрофон, задать вопросы, они будут прямо на сцене, они будут с инструментами, может, даже что-то испоют или сыграют, то есть это впервые такое делается, что вот такие метры дадут возможность молодым, как говорится, начинающим или уже кому-то... А любой сможет попасть на этот мастер-класс? То есть мы будем думать, каким образом... Потому что я понимаю, что желающих будет намного больше, чем вмещаемость зала, поэтому будем каким образом думать, как это можно, как говорится, провести, но однозначно они бесплатные, вход бесплатный, поэтому, как бы, в первую очередь, это должны быть, мне кажется, студенты Академии музыки, студенты музыкального училища, музыкального лицея, музыкального колледжа, да, те, кто музыку, как говорится, учится и занимается музыкой профессией. Вот, ну и, конечно же, в принципе, все любые, как говорится, исполнители, музыканты, даже самоучки и так далее, тем не менее, должны, мне кажется, прийти и побывать на таких мастер-курсах. Ну, если подытожить уже, так как времени у нас осталось для общения не так уж и много, вот если бы вы не были ни продюсером фестиваля, не знали бы этих артистов, не возили их на гастроли, почему бы вы пошли на данные мероприятия? Ну, знаете, я скажу так, всегда, мне кажется, интересно для себя или увидеть что-либо известное, которое где-то по наслышке, по записям старым, где-то по каким-то видеоматериалам или бобинам или пластинкам, увидеть это вживую. Вот, то есть те музыканты, которые, как мы уже говорили, это легенды, то есть это не просто музыканты, группа, которая была создана пять лет назад или десять, и вот они уже стали популярны и так далее, и вот молодежь любит, идет. Это одно. Сегодня есть коллектив, завтра нет коллектива. Эти имена, они войдут в энциклопедию, они вошли в энциклопедию. Эти имена легендарные, да, это мэтры своего творчества, и у них свои позиции, как говорится, в мире, и кто бы ни появлялся, приходил-уходил, а они останутся навсегда с нами. Вот, поэтому, вот, мне кажется, вот этот вот аспект, увидеть их, таких, как говорится, музыкантов, вот перед тобой, как говорится, поскольку мы специально взяли для Джона Маклафлина, Элджи Ро, небольшой зал, то есть вот это было преимущество филармонии, люди могут соприкоснуться, вот они рядом, там нету 500 метров, там 200 метров еще до сцены, где-то, да, и в экранах там смотреть далеко, что как бы на концерте, а в то же время... Да, эту музыку нужно чувствовать, а не просто где-то там смотреть за... Да, ее надо чувствовать, и когда вот Элджи Ро подходил к кантику сцены и общался с народом, и разговаривал к нему с первого ряда, то есть вот первые ряды пользовались таким спросом, потому что ты практически можешь подать руку, ему вот поприкоснуться действительно к легенде. Вот, поэтому это основная задача тоже, как говорится, поддержка молодых талантов, обучения, и для этого и делается и Белорусский день обязательно, то есть я считаю, что это такой образовательный, очень важный аспект социальный, можно сказать так. Но в скором времени вы собираетесь после этого фестиваля порадовать наших зрителей еще и многими другими мероприятиями, хотелось бы о них тоже поговорить, так как времени немного, давайте немного вкратце. Ну, раскрою небольшой секрет с удовольствием, скажу так. Дело в том, что вот сегодня тоже премьера у вас в программе 10 ноября в Минске, точнее под Минском, в Несовском замке, который вот только что был недавно реставрирован, состоится первый княжеский бал. Это проводит наша компания совместно с Несовским замком, совместно с Министерством культуры, которое поддержало эту идею. Это будет потрясающее благотворительное мероприятие. Сбор средств пойдет на восстановление еще невосстановленных замков Белоруссии, а таких немало, как мы знаем, значит, на которые приедут множество мировых звезд и известных людей. То есть это будет такое мероприятие с 7 вечера до 2 часов утра. А звезд какого рамки? Музыкальных звездов? Музыкальный участник, значит, например, ввести вечер будет Марат Башаров, совместно с Харатьяном, совместно с белорусской ведущей Алиной Кравцовой. Значит, потом будет участвовать Большой симфонический оркестр, потом приедет Анастасия Волочкова со своей балетной труппой, покажет прекрасные номера Кармена и других. Приедет фантастическая, сейчас очень популярная коллектив, в квартет теноров группа «Кватро» из Москвы. Будет... вот Станислав Говорухин изъявил желание приехать. И множество вот таких вот имен, звезд приехало. Вчера мы получили факс от графа Шереметьева из Парижа, Петр Петрович, который является потомком, да, известных династий, Романовых, который тоже написал, что он приезжает на этот бал. А зрители там будут? Где они будут и в каком количестве? Значит, будут столики. Можно будет, значит, всю ночь можно будет танцевать вальсы, штраусом, можно будет... и будет и другая музыка. То есть разные будут задействованы, пять залов. То есть в разных залах будет разная музыка. Будет приезжать потрясающий мишеленовский повар из Италии, специально который будет составлять меню, которое делалось в те времена радивилов, да, и когда проводились балы в Нижском замке. То есть вот немножко я вам раскрыл секрет, но это будет грандиозное мероприятие. Меня вот только интересует, если бал, а слово бал подразумевает дресс-код, то есть... Дресс-код будет обязательно. Вечернее платье дам и, конечно же, смокинги, фраки у мужчины. Это обязательно. В другом, как говорится, наряде туда будет не попасть. Ну, после такого красочного описания, на всякий случай, напомню, да, то 10 ноября планируется масштабное мероприятие благотворительного рода. Ну, и еще у вас ожидается ряд классических концертов. Да, ну, и вкратце я расскажу. Дело в том, что, как я в начале программы говорил, мы много посвящаем классической музыке, таким как фестиваль Спивакова и магия рояля и других мероприятий. И, значит, в ноябре месяце мы стартуем новую серию концертов, которая называется Classic Grand Collection. И она, серия, она без ограничений, она не только на какой-то период, она будет из года в год продолжаться. И, раскрою секрет, в ноябре приезжает потрясающий оркестр из Флоренции совместно с известным мировым трубачом, который вот был на фестивале Спивакова Сергея Накарякова из Парижа. В декабре приезжает римский коллектив, римский из Рима, оркестр, который выступит в Крисмас-концерт. Это в декабре посвящен будет Новому году, Рождеству уже, предстоящему совместно с российской группой Кватрости на Раме. Вот это все концерты пройдут в Белгосфилармонии. На следующий год уже забегая, в апреле месяце приедет Борис Эйфман и его известный балет с премьерой из Петербурга «Братья Карамазовы» с двумя спектаклями и так далее и тому подобное. То есть это будут классические концерты, театры, балетные постановки, оркестры, которые занимают топовые места в мире. Ну, планов действительно много, хочется пожелать вам напоследок удачи. И, конечно, побольше посетителей я напомню, возвращаясь к главной теме нашего сегодняшнего разговора, с 18 октября ровно через месяц стартует в Минске первый в своем роде альфа-джаз-рок-фест в Беларусь. Так он звучит официально. Обо всех гостях мы рассказали, почему вы должны туда сходить тоже. Но я напомню, в гостях, а в студии Тутбай ТВ у нас был Максим Берин, продюсер этого фестиваля. Напоследок, может быть, еще особое приглашение тем, кто к нам только что подключился. Всех приглашаем на наше мероприятие, на альфа-джаз-рок-фест, который пройдется с 18 октября по 10 декабря. В Минске приглашаем на первый княжеский бал, приглашаем на концерты Classic Grand Collection. Всем будем очень рады видеть. Спасибо всем за внимание. Напомню, фест стартует 18 октября.